Когда будут новые санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза против Путина и его олигархии? Это Владимир Милов и ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Вы очень часто задавали об этом вопрос, и вот сейчас я про новые санкции вам все расскажу. Во-первых, мы решили записать передачу об этом, опираясь на опрос, который мы провели в сообществе подписчиков нашего YouTube-канала. Огромное спасибо всем, кто голосовал. Там какое-то большое количество голосов набралось. И вот большинством победила эта тема. Вам очень интересно, что происходит на санкционном фронте. Сейчас об этом расскажем, но мы будем в дальнейшем проводить такие опросы. И во многом вот наша аудитория будет влиять на выбор важных тем, о которых на канале мы будем вам рассказывать. Итак, санкции. Вот было много всяких переживаний, что ничего нового не происходит. Последние серьезные санкции против Путина вводились давно. Но много вот мы уже говорим о том, что нужно внести в санкционные списки всех этих жуликов, воров и олигархов, которые вьются вокруг Путина. Но никак вот Запад не сдвигается в эту сторону. Ну и вы спрашиваете, что происходит, что делать. Очень многие отчаиваются по этому поводу. На самом деле происходит много всего интересного. В демократическом мире процесс принятия таких решений, он не быстрый. И на фоне того, когда вот, ну в буквальном смысле ничего катастрофического не происходит. Путин ни на кого там не напал, никого не убил вроде как в последнее время. Ну действительно вот у западных политиков нет мотивации прям так спешить с этим вопросом. Но медленно, но верно, этот санкционный поезд идет к своему пункту назначения. Вот я сейчас подробно расскажу вам об этом и начнем мы с Соединенных Штатов, где буквально в конце сентября все забурлило и появилась масса новых санкционных инициатив, которые имеют все шансы быть принятыми. Итак, вот в Штатах была такая пауза во многом связанная с тем, что Конгресс уходил на каникулы. Но вот во второй половине сентября Конгрессмен Том Малиновский вместе с коллегами внесли в буквальном смысле слова БИЛЬ о том, чтобы как раз подвести под санкции вот людей из списка 35. Я напомню, что это список из 35 чиновников, пропагандистов и олигархов, которые в январе обнародовал один из наших коллег и один из сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков. И вот, собственно, Том Малиновский и другие конгрессмены, они предложили БИЛЬ, где буквально вот эти 35 фамилий содержатся в качестве лиц, на которые должны быть наложены санкции администрации Байдена. Но это не самое интересное. Самое интересное, что, во-первых, это все сделано в рамках приложения к так называемому National Defense Authorization Act. Америка принимает ежегодный оборонный бюджет, это крупнейшая статья национального бюджета, и вот ежегодная авторизация этих оборонных расходов, она происходит в федеральном законе. И, собственно говоря, очень многие политики, которые хотят, чтобы побыстрее какие-то их инициативы прошли, они вносят их в качестве приложения, вот много приложений к этому оборонному закону. Но вот одно из них теперь это санкции против 35 друзей Путина, олигархов, чиновников, пропагандистов, которые поддерживают команду Навального. И надо сказать, что, во-первых, этот БИЛЬ в качестве оборонного закона был принят большинством палаты представителей, то есть нижней палаты Американского Конгресса, и сейчас пойдет в Сенат. Во-вторых, это не единственный БИЛЬ по поводу коррупции и санкций Путина, который там есть. Там, на самом деле, всего шесть законодательных инициатив было внесено, вот этот оборонный БИЛЬ, вот вы видите их список. То есть это, кроме конкретного списка 35, еще набор очень системных, таких серьезных, глубоких, долгосрочных актов по борьбе с коррупцией за рубежом, по борьбе с клептократией в авторитарных странах, которые формируют такую вот рамочную основу для того, чтобы просто преследовать всех этих гадов далеко не только в России, и на основе такой системной. Так вот, не только палата представителей США приняла этот оборонный бюджет со всеми этими проложениями, но похожий закон, например, по списку 35 внесены в Американский Сенат сенатором-демократом Беном Кардином и его коллегой из республиканской партии Роджером Уикером, который представляет Миссисипи, такой очень-очень красный трампистский штат. Но, как вы видите, вот по вопросу санкций против Путина есть очень серьезное межпартийное сотрудничество и взаимопонимание между демократами и республиканцами. Это очень важно для того, чтобы оценить, что будет дальше. То есть, обе партии поддерживают ужесточение санкций и санкций против олигархов. Таким образом, мы видим, что и Конгресс, и Нижняя Палата, и Сенат готовы этот закон принять. И там, в том числе, содержится указание администрации Байдена конкретно внести в санкционные списки 35 фамилий всех этих гадов, которых мы ненавидим, которые ограбили и уничтожают нашу любимую Россию, и которые, конечно же, должны быть в санкционных списках. Ну, шансы на принятие всего этого дела очень высокие, потому что, как правило, приложения к ежегодному закону об оборонных расходах, они в итоге принимаются. И несколько лет назад таким образом был принят вот этот самый биль о санкциях против проекта Nord Stream 2, который очень серьезно газопровод Северный поток притормозил. То есть, его более чем на год отложили предполагаемую достройку и ввод, хотя американские санкции остановить его достройку не смогли, но, тем не менее, на этот проект очень сильно повлияли. И самое главное, в составе закона о ежегодных оборонных расходах они были приняты. И, скорее всего, есть все основания ожидать, что так будет и в этот раз. Я думаю, что результатов надо ждать в ближайшие несколько месяцев. Ну, обычно этот оборонный биль принимается до конца года. Но, короче говоря, наши все кремлены, они и так завизжали от этого законопроекта, столько грязи вылили на его авторов. Ну, очевидно, что это для них удар серьезный. И что действительно впервые вот такие крупные олигархические фигуры, которые спокойно разъезжали по Западу, там как Абрамович, Усманов, Шувалов и прочее, они теперь реально могут попасть в американский санкционный список. Чем это грозит? Это грозит заморозке всех активов, до которых может дотянуться правительство Соединенных Штатов. Это грозит полным запретом транзакции с американскими юридическими и физическими лицами. И, наверное, как правило, такого рода санкций боятся и другие предприниматели, например, из Европы, Канады, Японии и так далее, потому что они не хотят подпадать под риски того, что американский Минфин узнает, что они что-то делают с Абрамовичем или Усмановым, и очень сильно на них за это разозлится. Таким образом, как правило, сфера применения американских санкций, она гораздо шире, чем просто заморозка активов и запрет транзакций в США. Так что, видите, вот в Штатах дело сдвинулось с мертвой точки. Американский Конгресс, Сенат, Палата представителей просто фонтанируют новыми инициативами. И даже не просто списком 35, но вот, как я сказал вам, набором очень системных и долгосрочных законопроектов о борьбе с клиптократией и коррупцией во всем мире. Так что, это хорошая новость. Американская машинка после некоторой паузы задвигалась. Я думаю, что в том числе это было сделано из-за того, что, ну, очевидно, зависает вот эта попытка Байдена наладить какой-то стратегический диалог с Путиным. Стратегический диалог выродился до того, что, например, вот в последней неделе мы наблюдали драму. Зам. госсекретаря Вики Нуланд не пускали в Москву, потому что кремлины отказывались издавать ей российскую визу. И вроде как они достигли компромисса по этому поводу. И вроде как российская сторона поспешила объявить, что они выдали визу Нуланд в виде такой большой любезности в обмен на то, что какие-то российские лица будут исключены из американских санкционных списков. Мы не знаем, вот на момент съемок этой передачи так это или нет. Американцы это не подтверждают. Но я думаю, что российский МИД, как его уже много раз ловили, он, во-первых, может просто врать. А если такая договоренность действительно была, то вот с учетом того, что я вам рассказал про новости из американского конгресса, я думаю, что это вызовет там просто шторм. И что, скорее всего, если Байден, не дай бог, сейчас снимет какие-то санкции с путинских дружков, то это будет означать просто, что его вето преодолеют, и все эти законопроекты в ускоренном порядке примут. Поэтому я, честно говоря, не очень верю. Но посмотрим. Тем не менее, видно, что байденский стратегический диалог, он завис. И видно, что все то, о чем Байден говорил в июне после саммита в Женеве, что мы сможем с Путиным сотрудничать по каким-то глобальным вопросам, ну, не работает. Ну, просто не работает. Вместе с этим Путин продолжает творить невероятные, ужасные вещи. И мне кажется, что катализатором вот этого нового большого пакета американских санкций против Путина стала, ну, вся эта наша история с так называемыми выборами в Госдуму. Все эти брутальные фальсификации, все эти вот объявления направо-налево, кого только можно иностранным агентам и нежелательно организациям. Ну, я не знаю, вот что Путин думал, что не будет никакой реакции, что ли? Ну, есть. Да, можно теперь сколько угодно ввизжать, что эти вот американские конгрессмены – это якобы русофобы. Но мы-то знаем, за кого они борются. Они борются за всех людей свободной России. Против путинской мафии и олигархии, которая незаконно захватила власть в стране. Все видели, как эти так называемые выборы в Госдуму проходили. Конечно, это всколыхнуло международную реакцию. И вот законопроект Тома Малиновского, он появился буквально через несколько дней после того, как выборы в Госдуму завершились. И, конечно же, я думаю, что многие и в Америке, и в Европе были возмущены вот этими брутальными фальсификациями, новой волной репрессии. Ну и вот несколько слов поговорим сейчас как раз о Европе. В Европе тоже ситуация сильно сдвинулась с мертвой точки. Более того, тоже не просто в виде разового какого-то акта со списком и фамилией, а системным образом. Мы здесь рассказывали вам, и, кстати, вот вы могли видеть на нашем канале, пересмотрите, если хотите. Видите, в мае состоялись слушания в Комитете по международным делам Европейского парламента по стратегии действий в отношении Путина. Там они разработали специальный большой доклад на эту тему. И я там выступал основным докладчиком с российской стороны, который как раз рассказывал обо всей этой истории. Вы могли это все у нас на канале посмотреть с русскими субтитрами. Ну вот, как я говорил уже много раз, вот эта такая большая, не всегда быстро поворотливая евро-черепаха, она, тем не менее, движется к абсолютно правильной цели. Вот этот доклад о стратегии и политике в отношении Путина, он был рассмотрен и принят в середине сентября на пленарном заседании Европейского парламента тремя четвертями голосов. Супер большинством, очень убедительно большинством практически голосовали все крупнейшие фракции. И, кстати говоря, даже часть ультраправых, например, итальянская лига Матоу Сальвини, все ее евродепутаты, ну или почти, все проголосовали за вот этот очень жесткий в отношении Путина доклад. И, кстати говоря, все эти события вызвали тоже огромный визг со стороны путинской мафии. Вот это главные критерии. Ну, знаете, у нас так принято в интернете говорить, что санкции там ни на что не влияют, там Запад ничего не примет. А вы лучше послушайте, вот, внимание, слово всяким нашим запутинским и кремлевским гадам. Вот председатель Госдумы Вячеслав Володин обрушился на Европарламент с критикой вот именно за этот документ. И знаете, что он сказал? Он сказал, что Европарламент вмешивается в диалог между Россией и США, давит на администрацию Байдена какими-то своими принимаемыми там докладами и резолюциями. То есть, вот, главный враг. Понимаете, у нас даже вот на какое-то время главным врагом стали даже не США, а Европейский парламент, который занял по Путину очень четкую позицию. Мне кажется, это важный критерий. Я думаю, что полезно слушать вот этих путинских гадов, чтобы понять, что именно их беспокоит, кто именно у них сегодня главный противник и где для них лежит наибольшая опасность. Ну и вот этот доклад Европарламента, вообще, мы повесим на него ссылку в описании к нашему видео. Если вы его еще не видели, хотя я его много раз рекламировал, его обязательно стоит прочитать. Он был разработан командой под руководством нашего давнего друга и гостя, бывшего премьера Литвы Андриса Кубелюса, который в Европейском парламенте является официальным докладчиком по России. И вы знаете, я много видел разных документов о России, которые разрабатывались на Западе, но никогда не видел такого, который настолько точно и четко описывает вот сложную политику в отношении такого непростого предмета, как путинская Россия. Это сложный предмет. Это многим вот зрителям может показаться, что все просто. На самом деле нет. Россия действительно крупный глобальный игрок. От нее зависит многое там вопросов безопасности, вопросов климата. С ней надо как-то работать, кто бы там ни находился у власти. Но при этом, очень важно, прочитайте этот документ, я думаю, что многих из вас это сильно воодушевит. Он начинается с большого раздела о том, что Европейский Союз видит главным своим союзником российское общество, наших граждан. Он не считает Россию врагом. Вот эти все разговоры о русофобии, это все в чистом виде выдумка ядовитой кремлевской пропаганды. Там очень большой раздел посвящен тому, насколько серьезно Евросоюз смотрит на будущее и верит в будущее российской нации, в демократическое будущее. В то, что настанет день, когда россияне смогут сами решать, каким курсом будет идти страна, кто будет ее руководить, и все это будет осуществляться демократическим путем. И вот это наше стремление к свободе, они очень сильно поддерживают и многое готовы для этого делать, для поддержки российского гражданского общества. Поэтому там не просто такой волейбол, Путин не Путин, а когда европарламентарии говорят о России, они говорят прежде всего о российском народе. И говорят о Путине как такая временная плесень. Такое вот случайное явление, мафия, которая захватила страну, кстати говоря, это называется там в докладе открытым текстом. Че Володин и прочие от всего этого так и визжат. И в докладе Европейского парламента есть все очень важные меры, которые нам нужны. И санкции против олигархов, и пропагандистов, и членов их семей. И в том числе непризнание выборов в Государственную Думу. Я думаю, что в ближайшее время в Европе на эту тему будет серьезная дискуссия. И вопрос о полномочиях новой Госдумы будет поставлен ли бром, потому что мы знаем, что их никто не выбирал. Реальные жители России их не выбирали. И, конечно, очень важна поддержка нашего гражданского общества и обозначение того, что Европа считает главным источником суверенитета России и ее народ. Как у нас и записано в Конституции. А не какую-то кучку мафиози, которые незаконно захватили власть. Ну и, конечно, вопрос о том, вот многие спрашивают, все-таки Европарламент это орган, чьи решения не носят обязывающего характера. Это так. Но здесь есть нюансы. Во-первых, все-таки в Европе очень много строится на партийной политике. Да, действительно, все основное принимается соглашением правительств и руководителей кабинетов министров 27 стран Евросоюза. Но эти кабинеты министров состоят как раз из тех основных партий, партийных объединений Европы. Там христианские демократы, зеленые, либералы, социал-демократы, консерваторы, которые все поддерживают этот доклад. Все крупнейшие европейские партии проголосовали за этот доклад. И, таким образом, сейчас многие из них на национальном уровне добиваются того, чтобы их правительство поставили вопрос в Брюсселе на заседание Европейского совета, где собираются главы правительств 27 европейских стран, чтобы вопрос о России был принят и были приняты конкретные серьезные меры против Путина. Вот на основе вот этого доклада, за который демократический парламент Европы уже проголосовал. Следующий момент, что ваш покорный слуга и мои коллеги очень активно работаем над тем, чтобы это состоялось. Вот, я думаю, если вы следите за моими перемещениями, то увидите, что я активно езжу по европейским столицам. Не просто по европейским столицам, а вот, как говорят, у нас есть план. Я специально посещаю страны, которые, на мой взгляд, являются лучшими кандидатами, чтобы выступить в такой коалиции из 8-9-10 стран с очень жесткой позицией по Путину, которые вынесли бы этот вопрос на заседание Евросовета. Это, я вот уже за последние несколько месяцев был в Польше, естественно, в странах Балтии, был в Дании, Швеции, собираюсь вот поехать в Чехию и Нидерланды. Мне кажется, что вот эта коалиция государств, которые и так уже занимают принципиальную позицию по Путину, они могут вынести этот вопрос в ближайшее время на Евросовет. Ну и, конечно, Германия. Мы здесь вам рассказывали о том, что, скорее всего, будет происходить после сентябрьских выборов в Германии и формирования нового кабинета министров после того, как уйдет Ангела Меркель. Там хорошая ситуация. Там, скорее всего, в правительстве будут политические силы с жесткой антипутинской позицией. Пересмотрите эту нашу передачу. В Берлине я тоже был и собираюсь туда в ближайшее время после того, как этот кабинет будет сформирован. Ну и, таким образом, у нас складывается ситуация, когда вот действительно коалиция серьезных политиков, депутатов, чиновников, представителей национальных правительств, коалиция, которая готова предложить Евросоюзу вот набор новых серьезных мер против Путина и его олигархии на основе доклада Кубилюса, который уже принят Европарламентом, придумывать ничего не надо. Все уже описано в деталях. Вопрос остался только в имплементации, в том, чтобы эти меры довести до реальных, очень серьезных решений исполнительных органов Евросоюза. Работаем с этим. Работаем через партийные структуры. Вот в ноябре я должен выступить на съезде Европейской народной партии. Это крупнейшее партийное объединение Европы, куда вот ходят их ДС Меркель и другие партии правоцентрического толка. Я продолжу свои поездки по Европе, встречи с европейскими политиками, но они и сами уже все понимают. Путин уже всех достал. Вот это голосование в Европарламенте, три четверти депутатов за поддержку очень жесткого документа в адрес Путина, который вызвал большую виску к Кремле, но это говорящая вещь сама по себе. Путин перешел уже очень-очень много красных черт. Многие политики в Европе из абсолютно разных стран готовы объединиться в коалицию, чтобы принять против него серьезные санкции. Они уже вот одобрили декларацию о намерениях об этом, вот тот самый доклад Кубилиса в сентябре. Теперь дело довести до таких конкретных исполнительных мер на уровне Брюсселя, на уровне Евросоюза. Вот, как говорится, работаем над этим. И мы, конечно, будем апдейтить вас обо всех этих событиях. Но вот, как вы видите, очень много важного, динамичного происходит сегодня и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе. Процесс введения новых жестких санкций против Путина движется. Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы это сделали как можно быстрее. Но процесс в демократических странах сложный. Много всяких демократических процедур, разные парламенты, разные межпартийные ситуации. Поэтому это занимает чуть дольше, чем многие из вас хотели бы. Но, как говорится, медленно, но верно. Вся эта телега в итоге приедет туда, где и положено быть. Путинские олигархи и мафия будут под санкциями. Это я вам обещаю. Это был Владимир Милов и ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Рассказывали вам о том, что происходит на санкционном фронте. А скоро вернемся к вам с большим числом других интересных сюжетов. Спасибо, что подписались на мой канал. Обязательно сделайте это, если еще не. Я думаю, что вы поняли, что здесь будет интересно. И мы с вами скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok